Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Агуталибова. И вот главная тема на сегодня. Снова перебои со светом. Дагенерго предупреждает об очередных отключениях. Дорогие смартфоны как стимул для вакцинации. Мэрия Махачкалы наградила жителей города, сделавших прививки. Лучше всех. Спортивный корреспондент новостей ННТ. Курбан Рагимов стал победителем всероссийского конкурса. Два крупных экс-чиновника предстанут перед судом. Это бывший первый заместитель мэра Каспийска и начальник управления имущественных отношений городской администрации. Они обвиняются по делу о земельных махинациях. По версии следствия, в 2015-2016 годах они, занимая указанные должности, провели фиктивный аукцион и предоставили в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. В последующем, злоумышленники незаконно изменили вид разрешенного использования данного земельного участка для возможности строительства многоквартирного дома. Вследствие незаконных действий, после возведения многоквартирного жилого дома, права на указанный земельный участок стоимостью свыше 10 млн. рублей перешли третьим лицам, чем причинен ущерб муниципальному образованию на указанную сумму. Уголовное дело прокуратуры направлено в Каспийский городской суд для рассмотрения по существу. В Дагестане ожидаются перебои со светом, без электричества могут остаться частично Новолагский и Кунтеркалинский районы, а также некоторая часть Махачкалы, Приморская зона, Кривая Балка, Сулак, Караман и Шамхал. Сотрудники Дагенерго уточняют, что недавние перебои энергоснабжения в указанных муниципалитетах не являются аварийными, а связаны с отключением энергооборудования из-за перегруза, чтобы сохранить дорогостоящее оборудование. Астраханские полицейские задержали 26-летнего дагестанца, который 16 ноября избил двух девушек в кафе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Астраханской области. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Он заключен под стражу. В полиции опрошены очевидцы и изъяты записи с камер видеонаблюдения. Дагестанцу грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет. Где проживаете? Проживаю в городе Астрах. За что задержаны? 16-го часа в профессии пятницы я избил двоих девушек. И за что я сожалел, раскрепился. Извиняюсь перед ними и перед ее родителями с учившимся, но раскаиваюсь, но сожалею. Смартфоны и велосипеды от мэрии Махачкалы. В столице прошел второй этап розыгрыша призов среди привившихся от коронавируса жителей города. Подарки счастливчикам вручал глава города Салман Дадаев. Подробности в сюжете Карима Даниева. Прививка два в одном. Защита здоровья и приятный подарок. Накануне в Махачкале подвели итоги второго этапа розыгрыша среди вакцинированного населения. Призы победителям вручил сам глава города. Так мэрия столицы выражает благодарность гражданам за формирование коллективного иммунитета. На наш взгляд мероприятие очень полезное, потому что оно добавляет определенное внимание, драйв к программе вакцинации. Потому что те, кто в него участвуют, они делятся своими впечатлениями. Почему они пришли вакцинироваться, рекомендуют также другим вакцинироваться. Где-то это является и мотивирующей составляющей. Потому что в основном те, кто у нас приходится вакцинироваться, это люди сознательные. Победитель определялся путем случайной генерации цифр. Обладательницей дорогого смартфона стала Найда Садикова. Когда делала вакцину, даже и не знала про розыгрыш. Говорит, просто приняла решение обезопасить себя и своих близких. Я-то вакцину сделала ради детей. Чтобы у них мама осталась жива, чтобы не болели. Кроме меня у них никого нет. И не ожидала, что вот это подарков даже. Получить современный гаджет также посчастливилось и бодрому дедушке Рабадану Яхьяеву. Теперь у него не только иммунитет от коронавируса, но и памятный подарок. Который ему вручил сам глава города. На самом деле, двойник приятного вручить телефон. С учетом той позиции, которую вы выразили. И того призыва, с которым вы обращаетесь к махачкалинцам. Приятно, когда получаешь подарок от главы администрации. Останется в моей памяти. Ну, я желаю всем, кто сомневается, не надо сомневаться, вакцинируйтесь, пожалуйста. Если не хотите болеть. Я, не сомневая, прямо пошел и делал укол, и радостно. А что будете с подарком делать? Подарки? Сами пользоваться или кому-то? Ну, уже внук заранее ждет, наверное, меня. Врачи, присутствовавшие на церемонии, еще раз напомнили горожанам о необходимости обезопасить себя в период пандемии. По их словам, коронавирус по-прежнему представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Любому человеку, кто против, я готов предоставить площадку городской больницы, чтобы они пришли и посмотрели, что творится в наших отделениях, что творится в реанимации. Впереди остался последний этап розыгрыша. 25 декабря будет определен победитель главного приза автомобиля «Лада». Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Шестые доброхотовские чтения прошли в Махачкале. Эта ежегодная конференция с участием ведущих врачей названа в честь выдающегося отечественного невролога Михаила Доброхотова, основавшего кафедру и клинику нервных болезней ДГМА в 1935 году. Ведущие специалисты в области нейрохирургии обсудили широкий круг актуальных вопросов современной нейронауки, в том числе и постковидных осложнений. Из открытий в этом году это, конечно, прорывные методы в реабилитации больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. Это реабилитация пациентов, которые перенесли ковид. Время диктует совершенно иные, новые, время бросает нам все новые и новые вызовы, и мы должны преодолевать все эти сложности. Уже полтора-два года, как мы живем в новых условиях, в условиях распространения особо опасной новой коронавирусной инфекции, соответственно, мы, неврологи, ежедневно сталкиваемся с ранними и поздними осложнениями, связанными с этой болезнью. Сегодня мы обсуждали вопрос о том, что наше закупленное оборудование не должно простаивать, оно должно активно использоваться, и пациенты, находясь в стационаре на больничной койке, пока к ней прикованы, они должны понимать, что у них есть шанс вернуться к нормальной жизни. В республике имеется пять первичных сосудистых отделений и два региональных сосудистых центра, которые благодаря программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями оснащаются как диагностическим, так и реабилитационным оборудованием. Это оборудование современного типа, это оборудование компьютерное, это и стабилоплатформы, это и оборудование, позволяющее ухаживать. В начале пандемии многие думали, что постковидные расстройства пройдут постепенно, как происходит при других инфекциях. Однако во врачебной практике встречаются случаи долгих осложнений. Это требует от нейрохирургов и специалистов по реабилитации постоянных консилиумов со своими коллегами. Пациенты обращаются к врачу с жалобами на общую слабость, на утомляемость, потливость, раздражительность, нервозность, очень много панических атак, очень много нарушений сна, головные боли. Причем пациенты, которые до перенесенного ковида испытывали эти нарушения, они могли сами с этим справляться, к врачам не обращались или обращались с хорошим таким лечебным эффектом. Но после ковида это состояние стало более серьезнее, более тяжелее, плохо переносится и требует неоднократного обращения к специалистам. И подбора, что очень важно, очень хотела на это обратить внимание, подбора медикаментов. Поэтому если какие-то препараты не помогают нашим пациентам, то мы пробуем еще и еще. Не медикаментозная терапия – это такое важное сочетание именно для функциональных нервных расстройств. И здесь физиотерапия, остеопатия, мануальная терапия, иглорефлексотерапия и так далее, то есть перечисляют очень много. И вот та аппаратура, которая здесь представлена, диагностическая, лечебная, она вся используется нами, вот в нашей работе. В Махачкале в здании Кумыкского драмтеатра состоялось открытие этнофестиваля студентов-иностранцев, который обучается в Дагестане. Мероприятие прошло в рамках Межузовского студенческого фестиваля «Дружба народов» и проводится в республике уже пятый раз. После официальной части гости посетили этнокультурные подворья, подготовленные иностранными студентами, и фото-выставки об опыте работы высших учебных заведений региона с ними. Также в рамках мероприятия прошел молодежный флешмоб с призывом «Стоп коронавирус». Эстафету фестиваля поддержали и вузы республики. Так, в Дагестанском государственном техническом университете каждый факультет представил на суд зрителей танец, обряд и песню, выпавший им по жеребию национальности. Ребятами были подготовлены мини-спектакли, каждый из которых отражал события, происходившие в Дагестане. Быт, культуру и обычаи семей. Все это сопровождалось танцами и песнями, шутками и конкурсами. Нас очень сильно сближает, это нас раззадоривает. Каждый год веселье, праздник. Нет такого человека, который может остаться в стороне. Данный фестиваль проводится с 21 по 23 ноября и приходит именно в два этапа. В первом этапе каждый факультет, которому раздали свою национальность, должны показать кухню, рассказать о ремеслах, костюмах, и как, в принципе, жила тайная иная национальность. Во второй день каждый факультет должен предоставить свою программу в виде трех номеров. Это показать обряд, национальную песню и национальный танец. Дагестанские силовики поздравили матерей и вдов своих погибших боевых товарищей в преддверии праздника. Росгвардейцы навестили маму кавалера Ордена Мужества, бойца отряда сержанта полиции Холомагомеда Курбанова. Он погиб в ходе спецоперации в Табасаранском районе в 2016 году. ОМОНовцы также поздравили мать Камилю Халилову и Сусану Халилову, вдову умершего старшего прапорщика полиции, при разминировании взрывных устройств в Кизилюртовском районе в 2012 году. Женщины поблагодарили силовиков за добрую память о героях. Аналогичные мероприятия, приуроченные ко Дню Матери, пройдут во всех подразделениях территориального управления. Дагестанский журналист, спортивный корреспондент телеканала ННТ Курбан Рагимов стал победителем Всероссийского конкурса спортивной журналистики «Энергия Побед». Торжественная церемония чествования победителей прошла накануне в Москве. Жюри высоко оценила фильм корреспондента ННТ про Абдурашида Садулаева. Работа под авторством Рагимова заняла первое место в номинации за лучший фильм-репортаж «Сюжет среди региональных СМИ». Организаторами мероприятия выступили Олимпийский комитет России и компания «Газпром». В этом году на суд жюри были представлены 357 работ из 64 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Международный турнир по вольной борьбе стартует в Хасавюрсе 9 декабря. Накануне в городе прошло выездное совещание Оргкомитета. Уже известно, что в турнире примут участие представители почти 20 стран. Наряду с командами из ближнего зарубежья и стран СНГ в Хасавюрсе ожидают спортсменов США, Швеции, Венгрии, Бахрейна и других стран. В общей сложности более 140 борцов. Представители Минспорта совместно с городскими властями обсудили все детали и нюансы организации престижных соревнований. Напомним, турнир пройдет с 9 по 13 декабря. На сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго. До свидания.